Сидина 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 К некоторому старцу, коротко известному нам, отнесся юный инок. Очень ревностный по жительству с целью преуспеяния своего и исцеления. С простотой исповедал он старцу, что его беспокоит плотское вожделение и дух любодеяния. Он надеялся найти в молитвах старца утверждение подвигу своему и врачевание от полученных язв. Старец начал упрекать его самыми жестокими словами, объявляя ему, что он, допустив себе искушение таким порочным вожделением, сделался недостойным имени монаха, а достойным всякого презрения. Вместо утешения он нанес ему столь тяжкую язву упреками, что монах вышел из келии старца в величайшем унынии, в смертельной печали, в отчаянии. Угнетенный тоскою, углубленный в помышления уже не об уврачевании страсти, но об удовлетворении ее он шел внезапно, встречает его Авва Аполлос, опытнейший между старцами. По чертам лица и отчаянному виду юноши, угадав о внутреннем смущении и тяжком унынии, которыми втайне волновало сердце, Авва Аполлос спросила причине такого состояния. Несмотря на то, что вопрос был предложен в самых мягких выражениях, юный монах не мог произнести ни одного слова в ответ старцу. Поняв еще яснее, что не без важного основания юноша прикрывает молчанием горькую печаль, которая, несмотря на молчание уст, живо изображалась на лице, Авва начал настоятельнее убеждать его, чтобы он открыл причину своего душевного расстройства. Вынужденный убеждениями, монах исповедал, что идет в мирские селения, как неспособные по определению такого-то старца к монашеской жизни, не имея возможности обуздать похотений плоти подвигом, и не находя врачевании против действия ее, он решился, оставя монастырь, возвратиться в мир и жениться. Святой Аполлос постарался смягчить его самым милостивым словом, уверяя, что и его самого ежедневно беспокоят нечистое помышление и ощущение, тем естественнее подвергаться им человеку юному. По этой причине никак не должно предаваться отчаянию, не должно удивляться как бы чему необычайному усиленному действию брани, в которой получается победа не столько подвигом, сколько милостью и благодатью Господа. Старицу просил молодого монаха, чтобы он возвратился в келью и потерпел хотя один день, а сам поспешно пошел в обитель упомянутого старца. Когда он приблизился к этой обители, то распростер руки горе и произнес следующую молитву, сопровождая ее слезами «Господи, Ты един, полновластный владыка над тайными силами и немощами человека, един, Ты врач благий, врачу еще непостижимо. Обрати брань этого юноши на это, пока я окончил молитву, видит мрачного эфиопа, стоящего против кельи старца и направляющего против него огненные стрелы. Уязвленный ими, старец выскочил из кельи, начал бегать туда и сюда, как бы сумасшедший или пьяный, то входил в келью, то выходил, уже не мог оставаться в ней спокойно, и, наконец, возмущенный, пошел тем же путем, на который направил молодого монаха. А в Аполлос, увидев, что старец пришел в положение безумного и беснующегося, поняв, что стрелы дьявола, направленные в него, вонзились в его сердце, произвели в нем омрачение ума и невыносимое страстное возмущение в чувствах, подошел к нему и сказал, «Куда ты так спешишь? Что заставляет тебя забыть степенность, столько приличествующую старцу, и так быстро бежать в беспокойстве, подобно мальчику?» Старец, объятый стыдом, не мог дать никакого ответа вопросившему, его обличала совесть, его обличал наружный вид, данный ему порочным возмущением. Он понял, что страстное вожделение его сердца угадано, что тайны его открыты, Аве. Возвратись, продолжал тогда святой Аполлос в келью твою, и пойми, что до сего времени дьявол или не знал тебя, или презирал. Ты не удостоился сопричислиться тем, которые своим преуспеянием и тщеливостью возбуждают дьявола ежедневно бороться и сражаться с ними. После стольких лет, проведенных в молитве, одной из стрелы врага, направленной в тебя, ты не мог отразить. Что говорю «отразить»? Ты не мог претерпеть в течение одного дня. Господь попустил тебе подвергнуться этому искушению для того, чтобы ты, по крайней мере, в старости твоей, из собственного опыта научился сострадать немощем ближних и нисходить у дубопреклонности юных к страстям. Ты, приняв новоначального монаха, угнетенного нападением дьявола, не только не утешил, но даже не спроверг в погибельное отчаяние. Ты предал его в челюсти врага на бедственное снидение. Дьявол без сомнений не сделал бы на юношу такого жестокого нападения, какого он до сих пор не наносил тебе, пренебрегая тобою. Если бы не заметил в душе юноши благого залога, если бы не позавидовал преуспеянию, которое ожидает юношу на поприще монашества. Он поспешил предупредить и превратить это преуспеяние огненными стрелами своими. Очевидно, что он признавал сильным того, на кого рассудил направить сильную брань. Научись собственным опытом сострадать подвязающимся, не низвергать искушаемых в погибель отчаяния, не приводить их в смущение жестокими словами. Их должно ободрять милостивым словом утешения, наследуя заповеданию премудрейшего Соломона, избавив ведомые на смерти искупи убиваемых. Должно помнить образ поведения Спасителя, о котором сказано, трость и сокрушенный не переломит, и лена, внемшись и не угасит. Должно просить у Господа благодати, получившей которую, радостно воспевает. Господь, Господь дает мне язык на учение, или же, разумите, егда подобает речи слова. Никто не мог бы не избегнуть козни врага, не погасить или даже воздержать естественного плотского вожделения подобного огню пылающему, если бы благодать Божия не помогала немощи нашей, не покрывала и не защищала нас. Теперь окончилось это спасительное смотрение нас, которым Бог благоволил освободить юношу от пагубного рожжения, а тебя научить состраданию ближним и тому, сколько сильны могут быть вражеские искушения. Умолим же Бога общими молитвами, чтобы Он повелел удержать бич, который благоволил употребить для душевной пользы твоей, и чтобы угасил рассою Святого Духа своего огненные стрелы дьявола, которым попустил уязвить тебя по моему ходатайству. Твой бы болеть и творит, и паки оставляет, порази, и рутся его исцеляет. Господь смиряет и высит, мертвит и живит, низводит в ад и возводит. По молитве Авве Аполоса Господь отъял искушение с той же скоростью, с которой попустил его. Повествование это заимствовано из собеседования преподобного Кассиана Римлянина с преподобным Моисеем и иноком египетского скита. Наставление, в которое вошла повесть, делает старец преподобный Моисей преподобному Кассиану и другу его Герману, тогда новоначальным иноком. Написано оно преподобным Кассианом, жившим во второй половине IV и в первой половине V веков. Это время было самое цветущее время для монашества в Египте. Там первым монашеским местом была пустыня Скит в недальнем расстоянии от Александрии. В скиту жили монахи, особенно обиловавшие даром духовного рассуждения по свидетельству Кассиана, достигавшее высокого духовного преуспеяния, преимущественно предпрочими монастырями Египта, по свидетельству святого Иоанна Лесточника. Свидетельствуют это и дошедшие до нас письменные памятники. Преподобный Арсений Великий называл Скит столицу монашества, уподобляя отношение Скита к монашеству, отношению Рима, ко Вселенной. Обиловавшие даром рассуждения старцы и припосредствии его руководившие новоначальных к духовному преуспеянию с особенным успехом по причине особенного благоразумия в руководстве назывались искусными. Выражение «искусный» и «искусство» и поныне осталось в монастырях. Им изображается благоразумие отдельного иноческого характера, приобретенное чистотой жизни, изучением священного писания и писания отеческих, опытностью, благоразумие, осененное божественной благодатью. В цветущие времена монашества было много неискусных старцев, пользовавшихся громким именем святости, прославленных с одной стороны невежеством, а с другой — сатаною, который употребляет таких старцев в свое орудие для погубления монахов и монашества. Указание преподобного Моисея на последние обстоятельства достойно полного внимания. Им обнаруживается образ действия падших духов, непостижимый для людей, не осененных божественной благодатью. В системе действия духов всегда принадлежало распространение злых слухов о истинных рабах Божьих и необыкновенных похвал о служителях сатаны, прикрытых личиной служителей Божьих. То и другое вполне явствует изучение Спасителя. Блажен не будете, егда возненавидят вас человецы, егда разлучат вы и поносят, и пронесут имя ваше, яко зло, сына человеческого ради. Горе, егда добре рекут вам все человецы. Посим бы творях лучше пророкам отцы их. Пастыри, говорит святитель Тихон Воронежский, чащиеся о спасении душ человеческих подлежат злоречию и гонению злых людей. Сатане дело их неприятно, и потому он изощряет на них языки злых людей и гонит их. Против самого Спасителя дьявол действовал распространением злых слухов. Напротив того, как говорит святой Ефрем Сирский, при появлении Антихриста дьявол немедленно огласит его по вселенной великолепную восторженную молвою и приготовит общество человеческое к принятию его, насеяв в этом обществе самое благоприятное мнение распространением благоприятных слухов. Это сказано в предостережении новоначальных иноков при избрании ими старца. Не должно увлекаться мнением человеческого общества, хотя бы это мнение было мнением значительнейшего большинства. Должно руководствоваться светом священного писания и писаний отеческих. Великое бедствие впасть по причине неведения и легкомыслия под руководство лжеучителя. «Слепец слепца Аща водит, оба в погибельную яму впадут», — сказал Господь. «Слепец слепца Аща водит, оба в погибелью яму впаду». «Слепец слепца Аща водит, оба в погибелью яму впаду». Продолжение следует...